Говоря о жилищном строительстве, необходимо помнить о проблеме обманутых дольщиков. По состоянию на январь 2017 года было 22 проблемных объекта. За отчетный период усилены все уровни власти под личным контролем нашего президента. Введено в эксплуатацию 1360 квартир в шести жилых домах. Работа по строительству проблемам дома будет продолжена. Совместно с коллегами из Министерства строительства и архитектуры мы готовим предложение по повышению эффективности этой работы. В частности, необходимо на законодательном уровне разделить действительно нуждающихся дольщиков, вложивших в будущие квартиры все свои средства, зачастую кредиты, и дольщиков-инвесторов, которые явно, не будучи нуждающимся в улучшении жилищных условий, вкладывают деньги в далеку для последующего получения прибыли. По данным следственных органов, некоторые, в кавычках, обманутые дольщики-инвесторы покупали по 26 квартир. Во-вторых, как отметил министр строительства России Михаил Минь, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен стать реальным инструментом коллективной ответственности срок по обязательствам своих членов. На территории республики в 4 срок аккумулировано 2,2 миллиарда рублей, внесенные в том числе застройщиками проблемных домов. Но законодательство сделало практически невозможным использование этих средств на их достройку. По Казани, к примеру, на эту сумму мы могли бы решить многие проблемы обманутых дольщиков. Уважаемый Устанна Галеча, мы и здесь будем просить ваших поддержки в этом вопросе. Нам необходимо проработать вопрос для обращения на федеральный уровень и совместно с Минстрой подготовить соответствующие предложения. Продолжение следует... Продолжение следует...